Здравствуйте, с вами Проджер. Я Третья Сайнерс, компания Кодрад Проток. В этом видеоролике я расскажу о том, как специалист по работе данных для Третья Сайнерс, может успеть, как мне, Кодрад Проток, своя область. В пересечнику, чтобы посмотреть демонстрации, я бы хотел рассказать о том, что Третья Сайнерс сталкивается каждый день. Если у Третья Сайнерс переработает в косметном фарме, как раз занимается работой большой датом, или вам приходится обрабатывать большие бронхозы каждый день, а не за самым Третья Сайнерс может все время дать, и является ли ударной простоверностью, можете проследить их происхождение. На этот вопрос необходимо найти адрес, так как с нас необходимо появиться в том, что энергетический анализ управляет за простоверным массивом информации. Если работать с нейтрономиком, Турцвайл система определился выдаст неверный результат, а наша задача делать так, чтобы этого не произошло. При работе неверных целей даже станет точным зрением, выдаст неверный результат. Если мы не уверены в происхождении того, или это степенности, весьма вероятно, что мы оплатим с неверной информацией. кодород ИОС, как бы вы это можете сделать вообще данную проблему. Мы не хотели соберечь прототип Кодород ИОС? Если вы не знаете, что такое квадрат ИОНС, рекомендую ознакомиться с нашим вариантом WhitePay. Если кто-то, ИОНС – это прогрессивные специалисты, которые обрабатывают большие асовы данных и создают эти основы продукты или сертификации. Это могут специалисты попробовать КИТАН, которые работают с этим КИТАНом, если мы разработчики новой модели машинного случая. Таким образом, поискал ИОНС отлично с всех этих специалистов. Как же квадрат ИОНС позволяет совершить данную проблему? Сейчас мы узнаем. Квадрат ИОНС будет использовать этой ингредиентой. Она называется WhitePay. ИОНС. В настоящий момент это плататив, который присутствует в языке прохождение WhitePay. WhitePoder – это библиотека на основе White, которая помогает выполнять варидацию и верификацию массивных данных, присутствующих на анализе. И вот с этим ИОНС я выполню анализ данных вместо положительных. И вы увидите, как WhitePoder решает данную проблему. Сначала я закружаю библиотеку. Запускаю WhitePoder. Загружаю в данные данные. Данное в них сложится. Это большая массив данных. В нем далеко не 50 государств. Мы сравним архитектуру WhitePay для сочинения всего этого большого объекта данных. На WhitePoder потребуется некоторое время. Готов. Это пример записи о местоположении. Именно так и будет работать система. Допустим, при выполнении анализа этого массива, я начал видеть, что данные поступили из достоверного источника. Я выполняю проблему достоверности данных. Вот файл в данных данных, которого я рисовал. Я тренировал тэш, т.е. хэш, пособили в основании, в следующий возле файла. Дальше есть кодкодом. Я проверю. Лареет майки формула метка в решение. Мы видим с кодкодом, где мы не завернули. Что именно происходит на этом этапе. Данных, которые сейчас работают, ранее было исквозь метков в резине, в этот блокчейк. Более подробную информацию о местоположении можно узнать из моих 4-х предыдущих видео. Наш коллега Швейк подобно рассказывал о присвоении методов рейсов. Методов рейсов – это уникальный идентификационный мяч, который прислаливается данными для сборки. В целях обеспечения методов рейсов. Допустим, мне просто пилоты с мастер-запога. А мне не состоит в данном виде его анализа. Методов рейсов должна просить репликацию. Файл позором для рейсового хайша, подключается кодкодом ТОКЧА, и проверяет являющие этот файл позор с предыдущением. Как вы видите, ободажный степен кодкодом, а есть кодкод. Мы видим, что методов рейсовно прошло в рейсовом кодкодом. Допустим, в массивах данных в мастер-запоге не эссоциированы изменения. Что касается вопросов? Возьмем массив данных. Это большая форма массив данных. Эти массивы данных сейчас находятся на моей локальной машине. Я выполняю предатель даты. Я не люблю хейковые, т.е. заявленные доставления, файлы хэш для этого с большого массива данных и проверяемых. Пройдет методов рейсов времени верификации. Как вы видите, методов рейсов не прошла верификация, что говорит о том, что в массивах данных есть ли дистанционированные изменения. И информация о мастер-запоге времени не была введена в кодорослов чей. Именно поэтому в своих кодорослове запрещается с результатом того, что века в день не прошла в рейсове. Процесс вориендации данных при постойчивом модели будет очень простой. Давайте как мы еще продолжаем. Допустим, данные только что прошли в рейсове. Это методов рейсов, и мы хотим запустить ту же часть в рейсове взяли в данных сезон в рейсове. Я применял 800 герц т.е. аккаунт из подъема. На настоящий момент существует только одна версия метки времени. Я хочу рассказать, кто является владельцем этого сезона, кто присвоил музей в рейсове в рейсове в рейсове. Давайте проверим. Я запускаю функцию GetOwner, и она возвращает адрес в подъем к тому, кто является владельцем этого конкретного массива данных. Эта простая функция позволит очевидить достоверность данных и просерединить фактического владельца. В седьмом разговоре. Пайккодов – это простая, но мощная библиотека, в которой устанавливает обработку данных и предмет для облигации действия данных перед его анализом. В настоящее время пайккодов находятся в стадии разработки. Релиз он ожидает уже совсем скоро. Ниже вы видите предмет кода для визуализации данных. Я выполняю данный код. Ниже вы видите точки на географической карточке. В дальнейшем я смогу управлять предварительную обработку массива данных в конвертации средств и хранитель из бумаги, в контейзере хранилища в сервисах и осуги. В целом, это просто стесно просыплено. И он смогут снизить и вследствие подкода для визуализации массива данных перед его обработкой. Я бы хотел еще раз подчислить, что перед обработкой данных следует установить, из какого именно источника С теперь. Уверенность в подлости массива данных – это ключ к решению множества проблем. На этом я завершаю финансировку. Спасибо.